Детская музыкальная школа 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 прочитать написанное слева направо. Со второго года обучения для записи начинаем использовать бралевскую печатную машинку. Она достаточно тяжелая, в переноске непрактична, но удобна для записи объемного текста. Позволяет ускорить письмо, так как печать одного знака воспроизводится путем нажатия нескольких клавиш обновления. Шесть клавиш, шесть точек. Первая, вторая, третья в левой руке. Четвертая, пятая, шестая в правой руке. Клавиша пробел. Клавиша вернуться на клетку назад, если необходимо исправить ошибку. Клавиша перехода на новую строку. Еще одно преимущество печатной машинки это то, что пишет она слева направо, как и читается текст. И проверять его можно тут же, не извлекая бумагу. И, наконец, с третьего года обучения в группе или раньше в индивидуальном порядке, мы начинаем осваивать современные технологии. Компьютер с помощью браевского дисплея. Это устройство рассчитано на тактильное управление и восприятие информации для незрячих людей. Позволяет полноценно пользоваться компьютером. Для нас важно, что с помощью дисплеев можно набирать нотный текст, исправлять ошибки при проверке в любом месте текста, читать его на выпуклых точках так называемой бегущей строки. Система расположения клавиш такая же, как и у печатной машинки. Имеются дополнительные клавиши Backspace – удалить, Enter – ввод и клавиши для навигации по компьютеру. Для работы с нотными текстами у нас имеется брайлевская программа. При печати на экране нотные знаки они отображаются также рельефно-точечным шрифтом. Педагог – зрячий человек, имеет возможность проверить текст. Кроме того, каждый написанный знак озвучивается компьютером. Озвучивается на английском языке, но по мере обучения дети запоминают звучание сочетания тех или иных точек. В качестве нотного примера для работы на уроке я взяла этюд, сочинение номер 37 Антаана Лемуана и сборника Борис Милич фортепиано 2-й класс. Партия левой руки в произведении в аккордовом изложении есть трезвучие и кварцевст-аккорды. Пример подходит для закрепления важной темы – способы записи аккордов по брае. Мы запишем, затем прочитаем и исполним на инструменте первый отрывок с первого по восьмой такты. Записываем автора и название произведения с большой буквы «А» точка Лемуан Этюд Сочинение сокращенно «Сочь» точка номер 37 Переходим на новую строку. Темп Модерату Признак латинской буквы Модерату Размер 3 четверти Знаков приключений нет, тональность минорная. Какая тональность у нас, скажите мне? Ле-минор Правильно. Переходим на новую строку. Первый отрывок, цифровой знак 1 С первого по восьмой такт, сниженные точки, цифровой знак 1-8, сниженные. Знак правой руки Знак слова «Мецофорта» Первая октава Восьмые ноты Ля Двойная лига Вторая октава До ми До ре Первая октава си Следующий этап Си милен Что обозначает Си милен? Знак повторения Повторение такта Да? Так у нас будет повторяться Следующий этап Саката Первая октава Ля восьмая Восьмая пауза Восьмые Ля Диес соль Ля си Следующий этап Вторая октава До ре ми Диес фа Диес соль Ля Ля Следующий этап Прещента Сакращённого ц Вторая октава Восьмые Ми Диес соль си Соль ля Бикарфан Следующий этап Си милен Следующий этап Стаката 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 Ми восьмая Восьмая пауза Вторая октава Восьмые Си ля Диес соль Бикарфан Следующий этап Восьмые Ми фа Ми ре До И первая октава Семь Знак заключения Первая октава Первая октава Первая октава Третья Переходим на новую строку Знак левой руки Как мы записываем аккорды в левой руке Отсчет ведется откуда-куда От нижнего звука к верхнему Правильно С помощью каких знаков мы записываем аккорд С помощью интервальных С помощью интервальных знаков У нас присутствует трезвучие Какими знаками запишем Терция квинта Кварцекст аккорд Кварцекст аккорд Правильно Начинаем запись Знак левой руки Малая октава Ля половинная терция квинта Какой аккорд мы написали? Третья Какой? Четалеческая Следующий аккорд Ля четвертная Кварцекст аккорд Какой аккорд мы написали? Какой аккорд у нас получился? Кварцекст аккорд Какой? Содоминант Правильно Следующий аккорд Симили Ля половинная с точкой Терция квинта Лига держания со скучи Четвертая Четвертая Шестая Первая Четвертая Что означает лига Держание со скучи Что мы этот аккорд В следующем такте Не будем еще раз играть А он будет Что делать? Держаться Держаться В следующем такте Малая октава Я восьмая Терция квинта Восьмая Четвертная Четвертная Пауза Четвертная Пауза Следующий аккорд Малая Октава Ми Половинная Доминантовая Терезвучие Что мы напишем? Диэстерция квинта Правильно Ми Четвертная Кварцерстопор Следующий аккорд Симилин Следующий аккорд Ми Половинная Доминантовая Терезвучие Лига Держание Созвучие Следующий аккорд Четвертая Восьмая Терция квинта Восьмая Пауза Четвертная Пауза Четвертная Пауза Так заключение Прочитаем записанный текст Начинает Маша Лимуан Этюд Сочинение номер Тридцать семь Модерата Размер Три четверти Первый трюбок С первого Половинный такт Правая рука Мизофорта Первый аккорд Ля Двина Лига Вторая аккорд До Ми До Ре Си Следующий такт Лига Стокката Первая аккорд Ля Восьмая Восьмая Пауза Ля Восьмая Пятым Диес Соль Восьмая Ля Восьмая Первым Си Восьмая Следующий такт Трай Октава До Восьмая Ре Восьмая Четвертым Ми Восьмая Первым Диес Фа Восьмая Диес Соль Восьмая До Восьмая Ля Восьмая Крещендо, вторая октава, ми восьмая первым, две лиги, диез, соль восьмая. При необходимости поработать с текстом за инструментом, мы его распечатываем на брайлевском приклее. Левая рука, ля половинная, трезвучный удар. Раз, два, си, ля, опять ля половинная, трезвучная, 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 да, перемещаемся. Давай, раз, два, хвост, экстаккорд, три, раз, два, три, трезвучная, держим лягодержание, трезвучная. И как сначала, ля половинная, трезвучная. Раз, два, три. Дельная, трезвучная, трезвучная. Солны, соль, фами, фамируй. Знак правой руки. Левую переставляем на листочек, а правую ставим на квадратуру. Стоп, остановились. Костя, скажи мне, у нас были такие знаки, как легата и стакката. В каких тактах они встречались? Поставь руки на нотный текст еще раз. В каком такте у нас начинается легата? В первом. И заканчивается в том такте, где начинается стакката. Это какой-то в третьем такте. Значит, когда мы исполняем первый и второй такт, он у нас должен идти на легата. А последняя ля восьмая идет на стакката. Давай еще раз правую руку. Так, теперь левая рука, где у нас идут аккорды. Малая октава. Ставим правую руку на письмо, а левую руку на инструмент. Малая октава. Это у нас какой аккорс сейчас должен быть? Тоническое трезвучие. Тоническое трезвучие. Тоническое трезвучие. Тоническое трезвучие. Нет, еще раз. Половинное. Тва четвертые. Семя. Да, правильно. Заканчиваем на тоническом трезвучии, который у нас держится. Затем. Хорошо. Пробуем соединять две руки. В течение урока я успеваю пригласить к инструменту каждого ученика и увидеть, насколько хорошо освоена тема на практике. Хотя бы кусочек, хотя бы такт должен быть пощупан учеником руками на инструменте. На этом урок подошел к завершению. Благодарю за внимание.